Ежедневно запорожские школьники пишут письма бойцам, которые служат в зоне АТО. По словам волонтеров, эти послания – самая востребованная составляющая посылок, которые они передают солдатам. Сегодня одно из писем не просто нашло своего адресата, боец смог лично познакомиться с его автором. Я живу в городе Запорожье, я горжусь тобой. У меня 5 ноября день рождения. Я хочу тебя пригласить в гости. Будем пить чай с вареньем и печеньками. Ты сильный, смелый, самый хороший. Буду тебя ждать. Письмо с такими словами бойцу 55-й артбригады Андрею, недавно вернувшемуся из зоны АТО, передали волонтеры штаба «Наша победа». Говорят, каждую неделю запорожские школьники пишут десятки трогательных писем, чтобы поддержать военнослужащих. Но впервые ребёнок пригласил солдата к себе в гости. Это письмо и нас очень зацепило. И мы плакали над этим письмом, и учителя плакали. И решили, что именно это письмо мы хотим доставить из рук в руки. Андрей говорит, не стал ждать ноября, когда автор письма, 8-летний Глеб, будет праздновать свой день рождения. И сегодня отправился в школу, где учится мальчик. Появление солдата в классе стало сюрпризом для ребят. Каждый из них писал письма украинским военным. А познакомиться с участником боевых действий довелось впервые. Третьеклассники с интересом расспрашивали Андрея о службе. В свою очередь, гость поблагодарил ребят за тёплые письма. Есть смысл, ради чего ты это делаешь. Знаешь, у тебя ждёт дом. Знаешь, что есть дети, которые подрастают, они... Ну, правильно. Мы боремся за нашу страну. Может быть, не самую лучшую, но мы её сделаем лучше. Поэтому вы мало чего поддержите, а нас? Автор письма Глеб, в отличие от своих одноклассников, знает о боевых действиях не понаслышке. Семье мальчиков пришлось бежать из Донецкой области. Школьник говорит, идею пригласить бойца на день рождения подсказала мама. А на вопрос, что хотел бы получить в подарок, отвечает так. Мне без разницы. Хочу на свою родину приехать. В Донецк. Андрей пообещал, что постарается прийти на день рождения Глеба. На память о встрече ребята сфотографировались с бойцом. Ну что? Продолжение следует...